Военно-инновационный технополис эра. Именно здесь молодыми российскими учёными, которые пришли служить в армию, проверяются и опробируются самые смелые решения. Например, элементы экипировки. Вот так она может выглядеть в будущем. А вот вариант, который отрабатывается здесь. Ну а это уже элементы готовой экипировки, которая впоследствии будет трансформироваться, но тем не менее основа уже заложена. Здесь представлены варианты маршевого экзоскелета, пассивной своей вариации. Есть ещё активные экзоскелетные конструкции, которые в своём составе имеют энергетическую установку и, соответственно, увеличивают возможности военнослужащего при выполнении боевых, разведывательных и обеспечивающих задач. Главная особенность действия этой конструкции – движение в ней происходит по принципу переноса центра тяжести. Точно так же, как человек едет на скейборде и движением корпуса задаёт направление, точно так же и здесь, в этом активном экзоскелете. Человек переносит центр тяжести, машина помогает ему совершать движение. Программа позволяет запустить любые параметры ходьбы. Самые современные системы вооружения, новые боеприпасы, элементы экипировки – как ни парадоксально, всё это может быть использовано и в гражданском обществе, как, например, вот эти вот дистанционные взрыватели, которые используются при разработке горных массивов и горных пород. Технологии всегда априори двойного назначения, и мы никогда не забываем о вопросе гражданского применения. Сейчас выстраивается очень уже ясная и понятная картина работы Технополиса, и я надеюсь, что она будет очень продуктивной. На западе Кевлар, ну а в России Русар – это особо прочная нить, из которой плетутся бронежилеты и элементы защиты костюма. Вот такая вот тонкая нитка в пять раз прочнее, чем металлический трос такого же диаметра. Вот так вот выглядит бронематериал из Русара. Вот это следы испытаний, а это результаты. Я считаю, что становление Технополиса уже состоялось, определены основные направления исследований. Более того, определены ведущие организации, которые будут помогать образовывать здесь целевые лаборатории и со служащими научных род организовать как раз прикладные, и не только прикладные, может быть, и фундаментальные исследования. И все это в Технополисе Эра. Алексей Самолетов, Андрей Сашенков и Алексей Еременко. Телеканал «Звезда» Анапа.